Простая шапочка спицами для малыша. Связала в ногу шапочку и решила показать вам как вяжется. Шапочка простая. Я подобную вязала. На экране вы увидите ссылку на этот ролик. Но здесь есть просто несколько интересных моментов. Вязала из пряжи мелкий катон. Пряжа потрясающая. Хлопок с молочной вискозой из казина. Очень мягкая пряжа. И вязала на спицах по-моему номер 3. Беру такой длинный конец и набираю просто петельки как обычно. У меня объем головы я вязала на 45 сантиметров. И провязала пробный образец. У меня получилось 2 петельки в одном сантиметре. Поэтому я набираю 90 петель. И вот у меня набрано 90 петель. Сейчас я вот одну спицу вытягиваю и затем вот стяну сначала петельки туда. Туговато набрано. Одну вытяну вперед кольцо. Вот это из кольца вытягиваю вторую спицу. И вот у меня петли распределены на спице. Я их примерно пополам разделю. Снова вытяну кольцо. И буду вязать. Да, я провязала 91 петельку. Одну петельку лишнюю для того, чтобы не было некрасивого стыка при вязание первого ряда. И сейчас я вам покажу, как избежать этого стыка. Я вот немножечко освобождаю правую спицу. Мне нужно одну петельку перекинуть на левую спицу. Вот я ее просто перекинула. И сейчас провяжу 2 петельки вместе. То есть получается соединила начало и конец вязания. Так. И вот вернула петельку обратно на левую сторону. Смотрю, чтобы вязание не было перекручено, чтобы не было петли не бьются. И начинаю вязать резинку. Это у меня провязано лицевой, 2 изнаночная. И так чередую петельки. Лицевая, изнаночная. Вяжу я сначала двумя нитками. Мне отрезать отрывать ее не хочется. И хочется закрепить ее вот в начальном ряду. Потом ниточка такая мягкая, она не выделялась. И вот вяжу резинку. Одна петелька лицевая, вторая изнаночная. Вяжу за переднюю петлю. Первый ряд. Я показываю подробно. Хочу вам показать, как вообще вязать на круговых спицах. Как вот менять их, когда закончатся петельки. Просто вяжу резинкой. У меня пока все еще было две ниточки. Вот, вторая заканчивается. Потом этот хвостик я или обрежу, или спрячу. Вот я провязала все петельки на одной спице. И сейчас, вот видите, я тяну за эту спицу, на которой буду вязать. И эту вытягиваю, чтобы было удобно. Ну и сейчас просто продолжаю вязать. Та же самая резинка. Одна лицевая, одна изнаночная. Это у меня все еще первый ряд. Сейчас я хочу показать, как вязала петельки второго ряда. Дело в том, что я вязала изнаночные петли за заднюю стенку. Лицевая за переднюю, а изнаночная за заднюю. Это делается потому, что я вяжу по кругу, чтобы петельки были одинаковые с обеих сторон. Вот видите, я тут показываю, что вот этого залома, который отмечаю от начала вязания, нет. Дальше просто вяжу лицевой гладью. Лицевые вяжу за переднюю стенку, изнаночные за заднюю. А потом они все сравняются, все будут лицевые. И вот у меня уже такое полотно. Высоту я связала 16 сантиметров. Хочу обратить ваше внимание на то, что все петли вяжу лицевыми за переднюю стенку. И вот в конце очень важно, чтобы было одинаковое количество петель на обеих спицах. Сейчас я выверну наизнанку и шов прямо при помощи спиц буду выполнять наизнанке. Вот шапочка выбернута. Я соединяю две спицы, чтобы они рядом были. И при помощи крючка, так удобнее чем спицы, буду соединять вот эти обе половинки. Сначала через одну петельку на первой спице, затем на задней. Снова через петельку на передней спице крючок воткнула. Затем через заднюю и протаскиваю рабочую нить через все три петельки. То есть на вот этих спицах и на крючке. Снова через переднюю спицу, через заднюю. Захватываю рабочую нить и протаскиваю через все три петельки. И не забываю снимать петли со спиц. Получается красивый ровный шовчик, который даже незаметно. Это с изнаночной стороны и с лицевой тоже. В конце отрезаю ниточку. Закреплю ее при помощи крючка. И шапочка готова. И на следующем году. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Можно надевать с изнанки и можно с лицевой стороны. Видите, шапчик тоже такой ровненький. Из-за того, что можно носить с разных сторон, я не пришила украшения, как хотела раньше. Можно пришить забавные пуговки. Вот, пожалуйста, оставишь шапочка.